Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хован. Я вас приветствую на канале Иванова Наука. За окном минус 10 и даже морознее, а у нас здесь тепло, хорошо, тропики. В сегодняшнем выпуске я расскажу вам, как добиться, чтобы бушующие тропики были в каждом доме, где выращиваются комнатные растения, где выращивается рассада, кто занимается огородничеством в защищенном и даже открытом грунте. Сегодня пойдет речь об одном очень-очень-очень ценном продукте, который получается на кухне практически у каждого и является отходом, отходом кулинарной обработки и приготовления такого широко распространенного продукта, как картофель. Один из распространеннейших способов приготовления картофеля – это варка. Картофель отварной. Сразу вспоминается фильм «Девчата», конечно, но нам понадобится не сам картофель, а как раз отвар картофеля. Этот отвар картофеля – настоящее жидкое золото для любителей цветов, овощей и плодовых растений. Дело в том, что картофельный отвар вот все носятся с этой банановой кожурой. Слушайте, картофельного отвара, мне кажется, получается в нашем хозяйстве гораздо больше, чем той банановой кожуры, а ведь это наш продукт, родной, который совершенно бесплатный и который может послужить нам очень и очень хорошо. Картофельный отвар в такой стандартной форме подразумевает, что вы 200 грамм картофеля, нарезанные картофели на 5-6 частей, варите в одном литре воды примерно в течение 30 минут. Конечно, у каждой хозяйки есть свой рецепт варки картофеля, соотношение самого картофеля клубней и воды. В этом случае, если вы готовите более крепкий отвар картофеля, ну, конечно, картофель варите, не отвар готовите, но отвар у вас получается более крепкий, то впоследствии вот в тех рецептах, которые я буду называть по использованию этого отвара, вы просто добавьте воды. Конечный объем отвара, который готовится на такой стандартный, 200 грамм картофеля на литр воды, примерно 800 миллилитров. Поэтому, ну, вот в этих границах примерно и надо понимать, что такое в моем понимании и в понимании и в толковании этого ролика картофельный отвар. На самом деле, картофельный отвар, он с таким непостоянным составом, потому что его состав очень сильно зависит от сорта картофеля, от срока хранения картофеля. В раннем периоде хранения картофеля в нем будет больше крахмала, в более позднем периоде хранения в нем будет больше свободных сахаров. Однако, картофельный отвар – это далеко не только сахара и крахмал, это еще и азот, причем он содержится как в виде белков, также свободных аминокислот, а также в виде нитратов, которые накапливаются в клубнях и вывариваются в процессе варки. Также там очень много фосфора в виде фосфатов, там также очень много калия, особенно можно, если уже такие есть любители действительно рационализации своей кухонной хозяйственной деятельности, то можно даже отваривать кожуру картофельную. Ну, просто прокипятил, отвар слил, он вообще насыщен калием гораздо больше, чем вся вместе взятая банановая кожура, эта тропическая, гораздо лучше. Он содержит микроэлементы, он содержит витамины, недаром картофельный отвар является основой для такого широко распространенного способа культивирования бактерий и грибов, как на картофельном агаре, или в картофельно-десктурозной среде, или на картофельно-глюкозном агаре. Это он в случае, если мы еще немножечко глюкозу туда добываем. Но мы же не собираемся культивировать микробы в чашках Петри или там в бульоне для научной работы. Мы будем использовать этот отвар в садоводстве и огородничестве, ну а также для некоторых хозяйственных дел, которые у нас возникают на даче и в загородном доме. Конечно, картофельный отвар славится своим благотворным влиянием на кожу. В нем можно замачивать руки после тяжелой работы, ноги, немножечко не парить, потому что парить ноги для вен не очень хорошо, но просто отмачивать, размачивать ступни, пальчики, для того, чтобы улучшить состояние ступ, ступней. Особенно у пожилых людей, у которых обновление кожи уже происходит медленней. Очень хорошо умываться этим картофельным отваром. Это все знают, но никто не пользуется, потому что, очевидно, хлопотно. Но, как бы там ни было, такие свойства картофельного отвара хорошо известны. Но в садоводно-огороднической практике надо помнить, что вы можете полностью заменить минеральные подкормки картофельным отваром, полностью отказавшись от жидких, там, каких-то еще минеральных удобрений дома, при подкормке рассады, при подкормке комнатных цветов. Не за горами придет февраль месяц, когда нам уже надо будет стимулировать рост развития комнатных растений. Некоторые комнатные растения вообще живут без периода покоя. Те же орхидеи, ну и рассада, рассада, рассада. Так вот, картофельный отвар, будучи разведенным 1 к 10, и такой водой в каждый полив нужно поливать, является прекрасным средством для поддержания роста развития растений, для того, чтобы получать хорошую, толстую, коренастую рассаду, без добавления монофосфата, без добавления азотных удобрений. Все в картофельном отваре полностью есть. Наличие там углеводов и крахмала, и других источников энергии делает картофельный отвар прекрасной подпиткой для разнообразной полезной микрофлоры, которая находится в почве. Таким образом, если вы используете микробиологические препараты для защиты растений, вы можете их также добавлять в картофельный отвар, разведенный 1 к 10, поддержать в течение суток этот вот уже получившийся такой раствор и затем непосредственно им поливать ваши растения. Эффективность биологических препаратов возрастает в разы. Кроме того, картофельный отвар сам по себе может использоваться для наработки новых партий биологических препаратов. Но это отдельная тема, и она требует более строгого отношения к условиям стерильности и к условиям содержания этих препаратов. Потому что попадание туда посторонней микрофлоры может превратить ваш препарат, ну, не совсем в ту субстанцию, которую вы ожидаете получить. А вот активация препарата непосредственно перед его использованием является очень и очень благотворной. Также разведенный 1 к 10 раствор без биопрепаратов будет просто стимулировать ту полезную микрофлору в почве, которая там уже находится. Таким образом, улучшая состояние и корневой системы, и улучшая баланс микробов в почве, и давая преимущество полезным группам микроорганизмов, особенно если вы их туда внесли, в почвенную смесь, ну, или просто до этого пользовались биопрепаратами для обогащения почвы различной полезной микрофлорой. Кроме того, наличие там свободных аминокислот позволяет использовать картофельный отвар как стимулятор роста растений. Вы можете этот раствор 1 к 10 картофельного отвара использовать для опрыскивания растений, для их внекорневых подкормок, в том числе с учетом наличия там свободных аминокислот, нитратов, фосфора, калия в легко доступной растениям форме, и других элементов питания. Надо не забывать, что картофельный отвар достаточно быстро заселяется посторонней микрофлорой и портится, потому что из воздуха туда прилетят дрожжи, туда прилетят какие-то микробики, которые все время есть в воздухе, какие-то грибочки плесневые и так далее. Поэтому если вы соберетесь хранить картофельный отвар, то переливайте его в чистую посуду, бутылку от минеральной воды, стеклянную банку во что угодно, там бутылку от 5-литровика от воды, и храните обязательно в холодном месте, вплоть до замораживания, потому что в таком виде он тогда сохранится лучше всего. И еще один способ использования картофельного отвара для дачных туалетов, для летних туалетов, которые на улице. Дело в том, что в таком картофельном отваре замечательно разводятся молочно-кислые микроорганизмы, которые живут в кислой капусте, и которые помогают, очень хорошо помогают. И они являются основой Байкала М1 такого препарата, лактобацилус плантарум, ну и другие молочно-кислые организмы. И вот если вы буквально столовую ложечку внесете рассола от капусты в ваш картофельный отвар, вот в этот объем примерно 800 миллилитров, который у вас получится от варки картофеля, то в этом случае вы приготовите за 2-3 дня в теплом месте постоит, и вы можете выливать вот это содержимое в туалет дачный, и это будет в значительной степени снижать запах этих дачных туалетов, и, ну в общем, делать вашу жизнь гораздо более комфортной. Что ж, вот такое вот жидкое золото, этот самый картофельный отвар, и я уверен, что вот такая рационализация, вот такая вот экономная, разумная жизнь поможет нам вырастить и растения, и поддержать их, и хорошую рассаду вырастить, и комнатные растения хорошо выращивать, без лишних затрат на широко рекламируемые всевозможные удобрения, потому что покупай, 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 везде только слышишь, покупай, покупай, трать деньги. Нет, ребята, зачастую у нас все есть дома, надо просто рационально с этим обращаться. Я рад, что вы на канале Иванова Наука, я рад, что вы остаетесь на канале Иванова Наука, я рад, что могу помогать вам экономить деньги, и правильно обращаться с растениями, правильно ухаживать за ними и получать хорошие и богатые урожаи. На этом я прощаюсь с вами, оставайтесь с Ивановой наукой. До встречи!